В БГУ стартовал проект «Память живет в поколениях». Он приурочен к году исторической памяти и направлен на сохранение малоизвестных, но значимых в истории Великой Отечественной войны дат. Об уникальных событиях из хроники военных лет и мероприятиях, которые проходят в рамках проекта, поговорим с Александром Кахановским, деканом исторического факультета БГУ. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Как родилась эта идея и, наверное, главное, каких результатов от проекта ждете? Вы знаете, идея проекта родилась не случайно. Теме войны посвящены многие кандидатские, докторские диссертации. Выполняются курсовые и дипломные работы. Проводятся многочисленные конференции, круглые столы, ну и, безусловно, проекты. Я хотел бы отметить, что многие проекты, которые у нас уже проводились и последние годы, это ряд проектов, проводятся по инициативе самих студентов. Это вызывает интерес и активность самих студентов, что особенно меня радует в данной ситуации. Без студентов этот проект не работает. Это, в первую очередь, нацелен на привлечение студентов. Я хотел бы отметить, что в последние годы у нас было ряд проектов. Это и «Память и слава». Это и проект «Общий путь к Великой Победе». Последний проект – это ежегодный конкурс, который проводится совместно историческими факультетами Белорусского государства университета и Московского университета. Это совместный проект, уже ставший традиционным. Кроме того, «Свет Великой Победы». И число таких проектов можно называть. И это проекты, которые уже стали традиционными, и они приносят свои плоды. Они интересны, они вызывают интерес. Они не стали бы традиционными. Вот какого результата ждете по итогам? В любом случае, каждый такой проект, он имеет, они многоплановые. Безусловно, они содействуют гражданственности, патриотическому испытанию, самим участникам проекта. Потому что через познание тех страниц истории, это не только прочитать учебник, но своими руками дотронуться до этой истории. Это, безусловно, очень сильно задевает студентов. Это вызывает, несомненно, интерес. Зачастую открыть новую статью. Да, естественно, естественно. Потому что одно дело, когда ты в литературе, научной литературе, читаешь и знаешь общую политику истории. Историю Великой Отечественной войны. Но когда ты через крупицы познаешь какие-то отдельные моменты, это немножко другое. И особенно, когда ты познаешь через собственный опыт, через собственную поисковую работу. Это действительно весьма важно. И, безусловно, это и профессиональный рост. Потому что сами студенты занимаются поисковой работой. Это крайне важно для их профессионального роста. Вот какие, может быть, уникальные события с хроники военных лет уже удалось восстановить? Год, который прошел для нашего университета под знаком столетия университета. И накануне, и в этот год мы проводили огромную поисковую работу по воссозданию многих страниц истории университета. В том числе по истории Великой Отечественной войны. И у нас был инициирован, в первую очередь, самими студентами проект «Память и слава». И в том числе работал студенческий отряд, который занимался увековечением памяти, в том числе сотрудников университета, профессоров университета, которые упокоились в Минске. И мемориализация их памяти, их мест упокоения на военном кладбище, на Кальварийском кладбище. Кроме того, проводится поисковая работа по поиску их мест захоронения в других районах Беларуси. Это та работа, которая через мемориализацию, через увековечение памяти тех людей, которые создавали университет, которые создавали многие страницы нашей страны. Это, безусловно, очень важно. И очень студент вызывает большой интерес. Что, может быть, удалось обнаружить интересного? Или, может быть, какую-то новую страницу в истории открыть? Какой-то новый факт? Вы знаете, я вспоминаю одного своего студента, который создал, он работал дипломную работу, потом магистровскую диссертацию, Брестский укрепрайон. И он создал огромную работу, где буквально чуть ли не по минутам воссоздал те события, которые связаны с теми моментами, которые июнь 1941 года. К сожалению, мы не все знаем о тех событиях. И предстоит большая историческая работа. И когда студенты восстанавливают по крупицам эти события, ту героическую оборону, которую выдержали наши пограничники, это дорогого стоит. Вот над какими фактами истории сейчас работают ваши студенты, ваши преподаватели? Вы знаете, работа многопланова. В первую очередь, вот тот проект, о котором мы сейчас с вами говорим, это в первую очередь мемориализация тех событий, которые связаны с такими трагическими местами уничтожения нашего населения. Мы говорим о геноциде белорусского народа, но мы должны помнить и помнить о тех местах, где свершались эти преступления. И, безусловно, наши студенты не только посещают места памяти, это и Терстенец, и Хатынь, и Ола, и многие другие, но они проводят и научные конференции. Они участвуют в поисковой работе. Сейчас студентами инициирован новый проект, который посвящен Шталагу в Мастюковщине. И одна из идей – это воссоздание биографии и поиск биографических сведений о тех людях, которые совершили такой достаточно дерзкий побег из Шталага весной 1943 года. Успешный побег. И это работа, которая предполагает огромную поисковую работу. Найти в архивное свидетельство. Свидетели этих страшных событий становятся главным источником для поиска информации, каких-то интересных фактов при работе? Вы знаете, мы используем многие источники, в том числе и живые свидетельства. Это крайне важно, потому что, когда записываешь, это и эмоциональное восприятие. Но мы и сочетаем поисковую работу в архивах в Национальном архиве Республики Беларусь. И при этом нам огромную поддержку оказывает и руководство Национального архива, и целом архивной отрасли Республики Беларусь. Это постоянно идет сотрудничество в поисковой работе. Налаживаются научные контакты, проводятся научные конференции. В том числе совместно в конце марта мы планируем проведение конференции «Архивы школы». Она архитирована на школьников, но в то же время готовится с сотрудниками и студентами исторического факультета. Спасибо вам большое. На вопросы программы ответил Александр Кахановский, декан исторического факультета БГУ. Итоги и анализ главных событий этой недели в информационно-аналитической программе «АТН. Главный эфир». Все проекты нашего телеканала есть на сайте www.belarus24.by, а также в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok